Привет! Меня зовут Юль Пашкова, я художник-акварелист и в этом месяце, в августе, я являюсь обозревателем акварельной коробочки Doodle Sketch Dealbox. У меня в руках находится вот такой конверт, там находится коробочка, сейчас мы вместе распакуем. Это коробочка, содержимое которой обойдется вам дешевле, чем в розничном магазине. Давайте посмотрим, что там внутри. Мне не терпится открыть ее побыстрее. Смотрите, какая она красивая, с наклеечкой, очень аккуратно упакованная, ее даже жалко открывать, но давайте посмотрим. Пухты, вкусняшки, визитка, Додманскетч. Красивый голубой наполнитель. А это вот такой маленький скетчбук. Что тут написано? Блокнот для зарисовок. Отлично! Здесь можно воплощать свои идеи, чтобы не забыть. Маленький, очень компактный, его удобно брать с собой. В любом месте, где выдастся в свободную минутку, можно что-то порисовать. Симпатичные наклеечки. Можно наклеить куда угодно, в том числе на наш скетчбук, чтобы не забывать, как он нам достался. Салфетки. Салфетки всегда пригодятся. Так, что у нас здесь? Акварельные краски. Рембрандт. Раз, два, три, четыре. Шесть цветов. Синий, зеленый, коричевый, желтый. Красный, фиолетовый. У меня вот такие шесть цветов. В вашей коробочке могут быть другие. Но, я думаю, из них можно смешать много-много других цветов, которые мы будем использовать. Что-нибудь придумаем с вами. Итак, кисточки. Беличья кисточка. Номер шесть. Номер три. Это, кажется, колонок. Это белка. Здесь у нас теперь толстая и тоненькая кисточка. Отлично. Карандаш. Шесть Б. Ух ты! Это мягкий карандаш, который можно использовать не только для эскизов, наверное, а как-то мы это применим в нашей акварельной работе. И бумага. По всей видимости, это... Интересно, что это за бумага. Похоже на хлопковую. Музен-де-руа. Фин. Ага. Это хлопковая бумага. Кансон. Плотная. 300 грамм. Очень хорошо. Хорошая бумага. Мы будем ее использовать. Раз, два, три, четыре, пять листочков. Замечательно. А теперь моя задача придумать для вас интересный урок с использованием этих материалов. Я сейчас этим займусь. Надеюсь, у нас получится все прекрасно. Давайте будем рисовать. Краску накладываю не очень густо. Пусть она у меня остается прозрачной. Какой-то такой холодный, синий. Чем-то похожий на индиго. Там очень-очень такой темный, глубокий зелень. Даже какие-то коричневые скалы. И я бы попробовала даже добавить сюда коричневый. Даже там, где у нас будет более зеленый цвет, я не боюсь накладывать желтый. Потому что пусть это бы желтая подложка. Все лужицы, краски, которые у меня есть в палитре, я смотрю, что подходит, я исполню. Где-то что-то более зеленое, где-то более коричневое. Ближе к водопаду вода оттеплеет, потому что там тоже падает сверху. Я это покажу. И дальше уже смотрю, как мне кажется, где не хватает какого-нибудь темного элемента. Вот здесь, за водопадом, вот в этом месте, у меня очень светлая, светлая часть. Я ее сейчас утюмлю. Итак, в общем-то, наверное, больше ничего мы добавлять не будем. В принципе, у нас получилась замечательная картина. Еще раз скажу по поводу фотографий. Что сейчас мы с вами рисовали с напечатанной фотографией. Но она гораздо темнее, чем снимок, например, с которого я рисую с планшета. Поэтому можно не увидеть какие-то мелкие элементы. Можно что-то не увидеть, какие-то важные детали. Поэтому, если вы будете рисовать, то лучше брать фотографию с электронного носителя. Потому что печать бывает совершенно разная. Совершенно по-разному изменяет. Не только делает темнее фотографии, но изменяет оттенки. Они могут быть более желтые, более красные, более синие. В зависимости от того, где вы это напечатали. Но я свою работу закончила. Поэтому теперь ваша очередь. Желаю вам удачи. Рисуйте, смотрите урок. Выкладывайте свои работы в ВКонтакте или в Инстаграме. Принимайте участие в конкурсе «Дускир». Ставьте соответствующий пештег. И вы можете выиграть коробочку следующего месяца. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу! Прошу! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...